Нагадайте, после оприлюднения электронных деклараций в украинских ЗМИ был очень популярный один анекдот, что миссия Международного валютного фонда, увидев сколько денег украинских чиновников, приедет к нам позичать деньги, а не привезет документы, которые будут подтверждать, что они нам дадут. И это смешно, конечно, это анекдот, но это на самом деле страшно. Реально. Вам лично страшно или за кого-то... Другая важливая складова, очевидно, что нужно дать ответ на вопрос, а Международный валютный фонд есть панацеей или нет? И проанализировать, на что спонукали нашу страну после этой współпрости. Хибо не понимали, что Украина последние 25 лет находится в состоянии финансовой окупации Международным валютным фондом? И нам навязывают, им зручные экономические стандарты, социальные стандарты, экономическую политику. Наступили на горло украинской экономики и украинской государы и державы держат нас 25 лет. Разом с тем мы являются мощной большой государой и имеем, как свечают электронные декларации, соответствующие резервы. И я вам, Олександра Володимировна, скажу наступное. Где эти резервы? Нам нужна мощная Генеральная прокуратура, мощная НАБУ, независимо от политиков, независимо от президента, независимо от парламента. И если провести еще одно коло ее декларирование и потрясти доброе колишних министров, премьер-министров, колишних губернаторов, мы получим еще сотни миллиардов гривен. Бо я никогда не поверю, что экс-премьер-министр Украины идет из этой посады без статков как минимум миллиардов гривен. Николай не поверю.